Это программа День с Толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Повышенный спрос в барнаульских магазинах ажиотаж на воду в пятилитровках, когда вода из-под крана наконец станет чистой. Теперь уже окончательно в Крэвой столице утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Когда и на сколько вырастет цена? После событий в Крокус-Сити-Холле сегодня в Барнауле массово сдали кровь. Сегодня в одном из торговых центров Барнаула прошла эвакуация людей. Всех посетителей в срочном порядке вывели на улицу. Судя по кадрам из соцсетей, на парковку торгового центра огни вышли сотни людей. Причина эвакуации – сумка, оставленная в одном из коридорах торгового центра. Ее заметила охрана и вызвала наряд полиции. По информации надежного источника из правоохранительных органов, проверка показала, что содержимое сумки не представляло опасности. Сумку по случайности забыл один из посетителей центра. Ему вернули его вещь, и учреждение продолжило работу. Больше трех десятков приусадебных участков затопило в Алейске. Там накануне уровень воды в реке Аллей превысил критическую отметку на 15 сантиметров. Сегодня вода пошла на спад. Однако критический порог вечером вчерашнего дня преодолен рекой Бурла в районе села Хабары. При этом в крае ожидают потопления на новых территориях. О ситуации с паводком на сегодняшний день смотрите в материале Дарьи Ерошиной. Вот так сейчас выглядит выезд из Алейска по направлению Крупцовску. Окрестности реки залиты водой. Аллей полноводный, мощный, но из русла он не выходил. Причина разлива, как и в целом по краю, талые воды. Они в Алейске затопили две улицы, которые находятся ближе к реке. Много залитых полей в районе села Большепанюшево. Здесь перекрыли участок местной дороги. Всего закрытых направлений в крае по-прежнему семь. Автодорога К-20. Километра 87 плюс 200. Промытие дорожного полотна. Поворот на Тюменцево. Дорога ушла под воду сантиметров на пять. А такая ситуация между селами Сидоровка и Солоновка в Топчихинском районе. В Михайловском, где ситуация остается самой тяжелой, с последствиями паводка жителям помогают бороться спасатели. Откачивают воду из домов и погребов специальными насосами. Я топлю и топлю, и топлю, чтобы протушить домов. У вас сейчас в портуле вода есть? У меня картошка, все пропало. Вот она опять пробывает. Картошка, все пропало. Дай им ведерку, могу. Со вчерашнего вечера вода прибывает в районе села Хабары Хабарского района, где действовало штормовое предупреждение из-за опасности подтопления. На утро сегодняшнего дня критический уровень был превышен на 26 сантиметров. Опасения у специалистов вызывает и река Чумыш в районе Заринска. Каждый день уровень воды там стремительно растет. Добавим, на сегодня в крае подтоплено больше 800 приусадебных участков и 139 домов в 47 населенных пунктах. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев, День с толком. Большая вода пришла во многие регионы страны, но уже известно, что паводок в Алтайском крае самый масштабный в России. Ситуация находится на контроле президента страны. Накануне Владимир Путин позвонил губернатору региона Виктору Томенко. Губернатор доложил, как в крае ликвидируют последствия паводка и сообщил, что на данный момент помощь федерального центра не нужна. Пока что на этом этапе нам помощь федерального центра не нужна. После того, как мы там все итоги подведем, определимся с необходимостью объемов работ по восстановлению, поддержке наиболее пострадавшей части жителей в некоторых населенных пунктах, тогда уже будем взаимодействовать с федеральным правительством. В барнаульских супермаркетах стала пропадать вода. Жители города скупают пятилитровые бутылки с такой скоростью, что магазины просто не успевают поставлять товар. С чем связан такой ажиотаж, вы, скорее всего, догадываетесь. А у вас пятилитровых вообще нет бутылок, да? Уже разобрались. С утра уже? Ну, только лучше разобрали. Разобрали за полчаса и сегодня поставок больше не будет. Уже несколько дней в магазинах Барнаула сложно найти воду в пятилитровых бутылках. Наша съемочная группа сегодня отправилась в четыре супермаркета в центре города. Вода есть, но только маленького объема. Если вы захотите набрать пять литров воды бутылками по 0,5, придется заплатить в среднем 300 рублей. Барнаульцы уже несколько дней жалуются на воду из-под крана, которая меняет свои оттенки. Что касается странного запаха, в реку вместе с талами водами с полей попадает гумус, земля, мусор, поясняют водоканали. Многих это смущает. Поэтому только в четвертом магазине мы нашли пятилитровые бутылки с водой. В остальных все разобрали. Я в трех магазинах сейчас бываю. Я вчера в пяти брал, нигде. Ранее мы были на водоканале. Там нашей съемочной группе пояснили, что сейчас объем специальных реагентов увеличен в разы. Но они в нормативе. В этом году сотрудники очистных сооружений зафиксировали первые изменения воды 17 марта. На сегодняшний день вода у нас выглядит ручная, вот так, подо льдом. Если зимой она абсолютно прозрачная, ее не отличишь от питьевой, то сейчас это вот такая вода. Три недели в году вода у потребителя может поменять свои свойства. Но она не стала от этого какой-то там плохой или непригодной для питья, просто она стала другая. Она стала немного другого цвета, немного другого запаха. По словам специалистов, в Паводок проводится более тысячи исследований в сутки на разные показатели. Когда лед вскроется и речная вода прогреется до 5 градусов, водопроводная вода вернется к своим привычным параметрам. Вскрытие реки ожидается 10-12 апреля. По всей видимости, до этого момента многие барнаульцы продолжат скупать воду или закрывать глаза на ту, что течет из-под крана. Ирина Корчагина, День с толком. К другим темам. Темпы работ по строительству развязки на Змейногорском тракте необходимо ускорить. Об этом заявил председатель правительства Алтайского края Александр Климен в ходе выездного совещания у строящегося объекта. Напомним, на строительство развязки выделено почти 3 миллиарда рублей. И увеличение сроков сдачи объекта в эксплуатацию, по словам Климина, недопустимо. Как только наступит благоприятная погода, отметил чиновник, темпы работ необходимо нарастить. Транспортная развязка на пересечении Змейногорского и Южного трактов является важным транспортным узлом, которое должен обеспечить не только беспрепятственное сообщение центра Барнаула с его промышленной зоной, но и значительно разгрузить высокий трафик большегрузов, которые едут в соседние регионы и государства. Вопрос решен. До 35 рублей поднимется стоимость проезда на регулируемых маршрутах общественного транспорта краевой столицы. Этот тариф, который является экономически обоснованным, утвердил Координационный совет по ценообразованию. Так кому за проезд придется отдать 35 рублей, а у кого получится сэкономить, смотрите далее. Еще в начале года перевозчики обратились в администрацию города с просьбой поднять тариф. При условии наличного расчета до 35 рублей на автотранспорте, до 44 на электро. По данным перевозчиков, за последнее время себестоимость пассажироперевозок существенно выросла. Расходы на дистопливо увеличились на 25-28%, на запчасти от 30 до 35. Но основная причина – невозможность поднять зарплату водителям и кондукторам. Люди уходят, водители в первую очередь, потому что на рынке труда есть гораздо больше, лучшее условие по заработной плате. Нам необходимо привлечь к себе людей, скажем так, восстановить престиж профессии водителя городского общественного транспорта. Только в Евробусе не хватает почти 50 водителей, а они обслуживают два популярных маршрута – 35-й и 53-й. В Комитете экономического развития обоснованность тарифов изучили. К тому же крайний раз стоимость проезда повышали в начале 2023 года. В 2023 году мы тариф не поднимали. Значит, сегодня, если мы рассматриваем данный вопрос, то этот тариф у нас сохранится еще на год. Иными словами, рост тарифа не будет превышать рост инфляции. К тому же 35 рублей – это стоимость наличного расчета и по банковским картам. Для многих горожан Барнауле предусмотрен льготный проезд. У нас три льготных категории – это школьники, студенты и пенсионеры. Значит, для них повышение за одну поездку составит 2 рубля. Если школьники из малообеспеченных семей платили 9 рублей из расчета за одну поездку, то будут платить 11. Остальные школьники с 12 до 14 повысят, у студентов с 14 до 16 за поездку и у пенсионеров с 16 до 18. Платить меньше могут и обычные граждане, те, кто пользуется электронными способами платежа. Тарифы по различным проездным сейчас на ваших экранах, и они значительно ниже 35 рублей за поездку. Для удобства пенсионеров, которые редко используют общественный транспорт, предусмотрели новый лимитированный проездной. За 20 поездок они заплатят 360 рублей. В срок до 15 апреля глава города должен подписать постановление о повышении проезда, но начнут действовать новые тарифы с 1 мая. Татьяна Голубева, День с толком. Сегодня в Барнауле люди массово сдавали кровь. Донорами стали сотрудники Краевого диагностического центра. Это первая подобная акция от консультативного учреждения, организованная совместно с Алтайским краевым центром крови. Инициатива проведения подобной акции пошла от сотрудников центра после событий в Крокус-Сити-Холле. Будний день в коридорах Краевого диагностического центра многолюдно. Особенно у кабинета по сбору крови. Пожертвовать ею решили порядка 100 работников учреждения. Это и сотрудники административного штаба, и врачи, и медсестры, и персонал хозблока. Изъявили желание по доброй воле. Руководство идею поддержало. За последние два года в нашей стране повысилась потребность в донорской крови. Поэтому по инициативе наших сотрудников и с поддержкой администрации диагностического центра была организована данная акция. Перед тем, как сдать кровь, сотрудников обследовали, брали кровь из фальса, измеряли давление и оценивали необходимые показатели состояния. И если все в порядке, донора допускали к участию в благотворительной акции. Каждый сдал по 450 миллилитров крови. Всего процедура занимала 15 минут. Меня на это, можно сказать, вдохновил даже мой знакомый, который регулярно сдает кровь. Здесь, скажем так, предоставилась возможность сдать это в стенах своего грудного учреждения, в котором работаю. Мне, в принципе, не жалко своей крови, тем более, если она кому-то может помочь. Всего было собрано порядка 40 печи литров крови, которую отправят в Краевой банк крови. Там она пройдет специальную многоэтапную обработку, а после кровь распределять среди нуждающихся. Таковых сегодня предостаточно. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. День с толком. За прошлый год. Порядка 40 тысяч жителей Края. Это больше, чем в прошлые годы. Участники специальной военной операции, безусловно, это особая категория. Но при этом остальные граждане страдать не должны. То есть одинаковое внимание мы уделяем всем. Но, конечно, сегодня на особым счету. Наши парни, наши ребята, которые за нас сражаются, это понятно. Подчеркнем, выносить заключение по установлению инвалидности участникам СВО должны не больше, чем за три рабочих дня. Для всех остальных граждан срок также сократили. С месяца до десяти дней. Сезон охоты стартовал в Алтайском крае. Охотиться разрешено на пять видов птицы, один вид диких животных – бурого медведя. Но в правилах охоты есть определенные изменения. О нововведениях расскажет Данил Кузнецов. В этом году весенняя охота разрешена на бурого медведя и пять видов птиц. На Косолапово, что только пробуждается, охотиться можно с апреля и до конца мая. А вот подстрелить водоплавающую дичь в десяти районах, которые входят в южную зону, разрешили еще неделю назад. С 27 марта по 5 апреля. Весна все чаще и чаще приходит к нам раньше. То есть поля отходят уже в марте месяце. И, скажем, десять лет назад мы такого не наблюдали. А перелетная птица, она ориентируется именно по климатическим условиям, а не по временным. Ну а мы уже как подстраиваемся под нее. Во всех оставшихся районах разрешенный период на птицу стартует в предстоящее воскресенье, 7 апреля, и продлится до 16-го. В это время разрешают использовать манки, профили подсадных уток и гусей. Охота на селезни уток с использованием живых манных уток во всем регионе пройдет с 1 апреля по 6 мая. Но вскоре этот срок могут сократить. На федеральном уровне сейчас рассматривают новые правила охоты. Уже многие отмечают, специалисты, эксперты, что каждый субъект должен определять правила охоты исключительно в своих условиях, как того требуют именно наши условия, Алтайского края. В этой части правила охоты будут расширять полномочия губернатора. Это хорошо. Сейчас в крае насчитывается больше 74 тысяч охотников. Но пополнять армию таких стрелков станет сложнее. С сентября 2025 начинающим охотникам не выдадут охотничий билет без сдачи спецэкзамена. Он включает в себя тест на знание техники безопасности и животного мира. Такие меры ввели прежде всего для исключения случаев травматизма. Только за последний год жертвами несчастных случаев во время открытия летней осенней охоты стали три человека. Еще четверо получили ранения. Данил Кузнецов, Мария Костолева, Владислав Ковалев. День с толком. До конца голосования за благоустройство общественных пространств по нацпроекту формирования комфортной городской среды осталось меньше месяца. Тем временем в Барнауле уже определяются территории лидеры народной поддержки. Один из объектов, который активно набирает голоса горожан – зеленый сквер на площади Октября. Одна из популярных барнаульских территорий, представленных в списке объектов для голосования, которые будут благоустроены по нацпроекту комфортная городская среда в следующем 2025 году – сквер на площади Октября за зданием художественного музея края. Эта зеленая зона появилась в Барнауле еще в 30-х годах прошлого века. Со временем ее состояние пришло в упадок. Уже давно стоит актуальный вопрос, чтобы его благоустроить. Тем более мы видим, что площадь Октября у нас, во-первых, это центр, во-вторых, у нас идет стадия реконструкции художественного музея. И понимаем, что это место притяжения жителей не только ближайших микрорайонов, но и вообще, в принципе, гостей города Барнаула. По проекту благоустройства в случае победы данного объекта в народном голосовании в сквере отремонтируют фонтан, который сейчас не работает. Проведут озеленение, заменят тротуарную плитку, обустроят новые скамейки и урны. Этот сквер действительно полюбился жителями. Ну и учесть того, что все-таки вокруг территория развивается, видите, здесь застраивается новыми современными домами, то есть количество жителей здесь будет увеличиться и, соответственно, сквер дальше будет востребован. В этом году в список для возможного благоустройства вошло 37 пространств, 7 из которых расположено на территории Октябрьского района. В данный момент зеленый сквер за художественным музеем набрал почти 2000 голосов и входит в четверку самых популярных мест. Принять участие в голосовании можно до 30 апреля. Данил Кузнецов, День с толком. Что ж, на этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в соцсетях. Напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд узнаем, какой будет погода. До встречи в эфире. Продолжение следует...